В Москве последние новости из Киева. Главная новость сегодня это, безусловно, переговор бывшему премьеру Украины Юлии Тимошенко. Семь лет тюрьмы. Еврокомиссия выразила разочарование вердиктом украинского суда в отношении бывшего премьера. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам. На связи с московской студией Дождя сейчас Вадим Карасюф. Это директор Института глобальной стратегии и политолог. Вадим, здравствуйте. Как слышно нас? Здравствуйте. Вы развозили, насколько я помню, были сторонников Виктора Ющенко. Правильно ли я помню? Ну, да. Наверное так. Но не Тимошенко. Хорошо. Вот сегодня Ющенко заявил в BBC, что его бывшая соратница натуральный преступник, потому что, как он это описал в интервью, заключал контракт, в котором указаны суммы, превышающие рыночные цены на газ. Ну, так словно вообще рыночные цены на газ существуют. Такая довольно абстрактная единица. Партия, насколько я понимаю, Ющенко, созданная некогда, с ним не вполне согласна, как минимум. Вы, вслед за Ющенко, считаете ли, что Тимошенко преступница? И каково в целом общественное мнение, по вашей оценке? Я считаю, что контракты, которые она подписывала в 2009 году в Москве, сомнительные. Но за это должно быть не уголовное наказание, а политическое, электоральное наказание. Политиков надо наказывать выборами. Вот, собственно, электоральное наказание Тимошенко получила. Возможно, поэтому она не выиграла президентские выборы и не хватило всего лишь 3% для того, чтобы победить Януковича. Но вызвать такой судебный процесс с скандальным ангажементом, аранжировкой, с достаточно проблемами с Российской Федерацией, с Европейским Союзом, и входить в ситуацию такой полуизоляции украинской власти не стоило бы. Вадим, а вы считаете, что это вызовет проблемы с Российской Федерацией? Извините, что я перебиваю. Но дело в том, что сегодня пресс-служба Кремля, еще до вынесения приговора Тимошенко, то есть в процессе оглашения приговора, заявила, что на 18 октября назначена встреча Дмитрия Медведева, Виктору Януковичу, будут обсуждаться разные общие вопросы. Это разве не ответ, что все хорошо, неважно, какой будет приговор Тимошенко, все прекрасно, по-моему, с Россией? Да, но только в том случае, если Янукович выберет, все-таки, не курс на европейскую интеграцию, на подписацию свободной торговли с Европейским Союзом, что сомнительно уже после приговора на Тимошенко, а выберет Евразийский Союз, который не стоирует российское руководство. Насколько это действительно способно испортить отношения с Европой? Ну, Европейская комиссия выразила некоторое разочарование, да, выводом суда? Ну, а теперь встанет вопрос вообще, будет ли подписано соглашение о зоне свободной торговли и соглашение политической ассоциации с Европейским Союзом в декабре этого года. А главное, еще одно было пожелание Европейского Союза, чтобы Тимошенко принимала участие в выборах 2012 года. В противном случае, выборы в парламенте 2012 года, они не признают легитимными. А это значит, что если украинской власти не важно, признает ли Европа выборы легитимными или нет, то ей не важно не то, не просто мнение Европейского Союза, а ей не важно, будут ли эти выборы демократическими или нет. И эти выборы она постарается произвести в том режиме, который ей выгоден. Вадим, спасибо. Вадим Красов, директор Института глобальной стратегии. На прямой связи с нами из Киева.